Шоу Тайм представляет Предварительно перед казнью Декстер показывает Майку тела убитых и мальчиков, а затем фарширует преступника. Мы узнаем, что маниакальные наклонности Декстера проявлялись еще в детстве, когда он убивал животных. Этот пес шумный маленький уродец, пап. Он лавил всю ночь, и мама не могла уснуть. Она очень-очень больна, а этот вшивый пес тявкал на каждый листок, который ветер нес по тротуару. Поэтому его приемный отец и бывший коп Гарри предлагает идею. Нам удастся направить эту энергию в правильное русло. Использовать ее во благо. Разве можно это использовать во благо? Сынок, в этом мире есть люди, которые совершают по-настоящему плохие поступки. Ужасные люди. И полиция не может поймать их всех. Понимаешь, о чем я говорю? Следующей жертвой Декстера должен стать парковщик Джемми Еворски, который изнасиловал и убил женщину, записав это на видео. Декстер проникает в дом Джемми, дабы найти доказательства, и далее все по обычному сценарию. Тем временем, управление полицией Майами находит тело очередной жертвы серийного убийцы. Тело расчленено и полностью обескровлено. Сестра Декстера Дебра, недавно начавшая работать в убойном отделе, озвучивает мысль, что убийца для перевозки тела использовал передвижной грузовик-рефрижератор. Я хочу проверить, не угоняли ли автор-рефрижератора за последнюю, к примеру, неделю. Между тем, дабы выглядеть нормальным, Декстер уже полгода встречается с Ритой, разведенной матерью двух малышей. Ранее Рита была замужем за наркоманом, который частенько ее избивал, а еще подвергал сексуальному насилию. С тех пор секс ее совершенно не интересует. И меня это устраивает. Походу, ища убийцу на рефрижераторе, Декстер вершит свое правосудие. И очередной целью становится Мэтью Чамберс, который в пьяном состоянии сбил молодого Александра Прайса. Мэтью оправдывают, Декстер же берет его на заметку и убивает. Тем временем, копы находят тот самый рефрижератор. А внутри лежит огромная глыба льда, в которой уморожены пять женских пальцев с разноцветным лаком на ногтях. Думаю, он хочет произвести впечатление. И это ему удается. Тем временем, Декстер берет на карандаш следующего преступника. Это Джереми Даунс, молодой парень, отсидевший четыре года за убийство другого парня. Эксперт отмечает, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Но Декстер считает, что это работа виртуоза, который не остановится и продолжит убивать. Однако... Последним, кто меня изнасиловал, я убил. Теперь я понимаю. Четыре года назад Джереми не убивал того парня. Он устремлялся от мусора. Стой, это все? Между тем, Риту посещает наркодилер и забирает у нее машину в уплату долга ее бывшего муженька. Однако, вместо этого, Декстер подгоняет ей другую тачку. Это конфискат. Я забрал ее прямо перед аукционом. Тем временем, Дебра получает новый вызов. Убийца на рефрижераторе оставил очередное тело женщины. На стадионе под хоккейными воротами. Он оставил жертву посреди стадиона на 20 тысяч мест, чтобы это увидел весь Майами. Чтобы показать им и нам, на что он способен. Подозрения сразу же падают на ночного охранника Тони Туччи, который куда-то пропал. И что самое приятное, у Туччи есть привод в полицию. В 97-м на вечеринке он участвовал в поножопщине. Однако детективы приходят к другому выводу. Перед тем, как передвинуть туловище, он повернул голову. Как будто кто-то говорил ему, что делать. Кто-то типа ледяного убийцы, который направил сраный пистолет ему в спину. Убийца подставил Туччи. Похоже на то. На месте преступления найдена отрезанная человеческая рука. А как насчет остальных частей тела? Только мистер Рука. Пока еще Декстер не знает, чья это работа, потому что убийца на рефрижераторе не оставляет крови. А здесь кровь имеется. Остается вопрос, чья же это рука? А еще убийца оставил открытку послания рядом с рукой. Затем Декстер приезжает на следующее место преступления. В этот раз обнаружена человеческая нога, также принадлежавшая Тони Туччи. И там же детективы находят вторую открытку. Он издевается. Зачем убийца их оставляет? У детективов свои варианты. Он хочет, чтобы его запомнили. Фотографии нужны, чтобы фиксировать воспоминания. Однако эти фотографии, скорее всего, имеют какой-то смысл для Декстера. Только непонятно какой. Единственное, что понял Декстер, это... Пляж изменил название. На месте парка раньше было футбольное поле. Он оставляет части тела в местах, которые раньше были чем-то другим. Между тем, проведя исследование, Декстер приходит к выводу, что Туччи еще жив. Ледяной убийца держит его в живых, чтобы ампутировать части тела. Обе конечности отрезали у живого человека. А мы нашли их с разницей в 24 часа. Если рука появилась вчера в 7 утра, а нога сегодня в 7 утра, завтра с утра появится еще что-нибудь. На следующий день копы находят другую часть тела Туччи. Приехавшая на место преступления Дебра приходит к одному интересному выводу. «Слушай, а папа нас сюда не привозил, когда мы были детьми?» «Не помню». Возможно, убийца как-то связан с детством Декстера и его семьей. Позже Декстер находит молящего о смерти Туччи в подвале больницы, куда когда-то привозил его отец. И приходит к выводу. Одновременно с основным расследованием Декстер занимается делом некоего Хорхе Кастильо. Сомнительным типом, связанным с нелегальной кубинской эмиграцией. Знакомая Риты кубинка Элина рассказывает о своем женихе Эрнесто, которого Хорхе должен был доставить в США. Но после того, как Элина не смогла передать последний платеж за переправу, Эрнесто куда-то пропал. «Все будет хорошо, поверь. Декстер знает, что делать». Этой информацией Рита делится с Декстером, и он начинает свое расследование. «А ты слышал, чтобы пропадали другие иммигранты с Кубы?» «Бедные идиоты тратят то, что накопили за всю жизнь, а их запихивают в трюм для рыбы, и они блюют все 90 миль до Майами. А чертов койот! Он не отпускает их, пока семья не заплатит выкуп. А если они не могут заплатить?» «Они исчезают». Вскоре на пляж выносит тело Эдуарду. Декстер решает найти улики в лодке Кастильо. И в каюте он находит несколько сотовых телефонов, и один из номеров совпадает с тем, по которым ему звонила Элина. Также в трюме Декстер обнаружит несколько мертвых тел плавающих в небе. Новая жертва для мести найдена. Тем временем в больнице Дебра и Докс допрашивают Тони, завязав ему глаза, и узнают важную информацию. «Ментол? Ментол? Как леденцы от кашля. Он часто прочищал горло, и как будто... как будто их разворачивал. Я слышал... слышал шелест оберток». Детективы находят на месте преступления обертку от леденца убийцы. Анализ показывает, что на ней остался частичный отпечаток пальца и, возможно, образец ДНК. Декстер следит за Хорхе и видит, как тот привозит на свой склад очередную партию иммигрантов и запирает внутри. Декстер нападает на Хорхе и расправляется с ним и его женой Валерии, которая участвовала в бизнесе мужа. Затем он открывает замок на складе и выпускает пленных кубинцев. При этом Декстер не замечает, что в багажнике соседнего авто кто-то сидит и наблюдает за ним через дырку на месте замка. На следующий день Декстера вызывают на место убийства, на склад Кастильо. Оказывается, ледяной убийца выследил Декстера, когда тот расправлялся с Кастильо и его женой, выяснил, куда тот сбросил тела, нырнул за ними, достал тело Валерии Кастильо и подложил его обратно на склад. Следователь обнаруживает на теле след от укола и приходит вывод. Транквилизатор для животных сильнее, чем морфин. Вызывает полный паралит. Теперь Декстеру придется потасовывать улики, ведь рано или поздно мальчик расскажет копам, кого видел на свалке. При обыске на складе Дебра и Лагуэрта обнаружат в багажнике машины маленького кубинского мальчика. Декстер видит, как его вытаскивают из багажника и догадывается, что мальчишка видел, как он складывал трупы в багажник. Позже Декстер наталкивает до Акса и Дебру на то, что убийцей Валери может быть ее муж Хорхе. Ты серьезно думаешь, что это муж? Он глубоководный рыбак, должен знать, как обращаться с ножом. К тому же, его все еще не нашли. А затем, исходя из слов мальчика, детективы составляют портрет убийцы. И им оказался... Его спас Иисус Христос. Декстер стоит у забрызганной крови стены и размахивает ножом, представляя себя на месте убийцы. Декстер замечает, что это убийство студента не дело рук ледяного убийцы. На этот раз убитый парень – редактор школьного ежегодника. В это же время Декстер сидит в участке и наконец-то вспоминает, где он видел такие же раны, как на последней жертве. Ты снова убил. Я говорил, я предупреждал. Не убивай тех, кто этого не заслужил. Тем временем пойман подозреваемый по делу о ледяном убийце. Полиция, на землю. Медленно ложись на землю. Самое веселое – это подвешивать их, как скот, до того, как перерезать им глотки. Сукин сын. Однако Декстер сомневается, что копы поймали нужного человека. Декстер и Анхель фотографируют очередное место преступления. Вы меня вообще слушаете? Война с вами могла покончить с собой. Преступники все время сценируют самоубийство. Вы не знаете, какую мразь она сажала в тюрьму? Мы это проверим. В ванне лежит тело влиятельной женщины, покончившей с собой, а на бортике лежит пистолет. Однако Декстер сомневается, что это самоубийство, и его подозрения падают на ее психотерапевта Эммета. Декстер решает найти на него улики, проникнув в его дом и компьютер. Эти женщины веряли тебе, а ты выжидал. Ходил момент, когда у них совсем не оставалось сил, и вместо того, чтобы помочь, предлагал покончить совсем и сразу. Тем временем Дебра начинает отношения с протезистом Руди, который лечил тучи. Можешь помочь мне встать, Руди? Однако, как оказывается, Руди и есть тот самый ледяной убийца. Чуть позже Декстер узнает, что его биологический отец Джозеф, который, как он думал, давно умер, умер на самом деле недавно от сердечного приступа и оставил ему дом. Тело будет дожидаться кремации, пока не оповестят ближайших родственников. Декстер отправляется в морг, говорит с врачом, который показывает ему тело Джо Дрискл, и интересуется, уверен ли врач в том, что это действительно был сердечный приступ. Сынок, я, конечно, всего лишь врач в захолустном городке, но сердечный приступ опознать смогу. Оставшись в морге один, Декстер крадет два шприца и берет два образца крови, свой и покойника, для того, чтобы сделать анализ ДНК и установить, действительно ли Джо Дрискл был его биологическим отцом. Так что, результат отрицательный? Положительный. Джо Дрискл, твой отец. Между тем, Дебра знакомит Декстера со своим новым парнем. Я очень давно хотел с тобой познакомиться. А Декстер приходит к выводу, что, скорее всего, его биологического отца убили. Кто-то накачал его снотворным, чтобы он не мог сопротивляться, и вкалывал ему что-то совсем другое. Например? Диабетический инсулин. Наводя порядок в доме Джо, Декстер знакомится с пожилой соседкой и интересуется, приходил ли кто-нибудь к Джо. А вы помните, как он выглядел? Ну, у него были темные волосы, среднего роста, ну такой обычный. Описание старушки указывает на Руди. Тем временем, в участок кто-то прислал полную банку крови, а в ней какой-то ключик. Это ключ от номера в мотеле Марин Вью. И когда Дебра и Докс туда приезжают, то оказываются перед залитым кровью номером. Когда приезжает Декстер, он надевает защитный костюм и открывает дверь. Увидев всю эту кровь, он падает на пол и видит себя маленьким мальчиком, сидящим в луже крови. А его мать умоляет не убивать ее на глазах сына. Спустя какое-то время, детективы получают анализ крови из номера в отеле. Кровь в номере принадлежит минимум пяти жертвам. Ледяной убийца, пять жертв, обескровленных жертв. Это... Декстер. Лора Мозер. О, моя мать. Лора Мозер и еще трое были найдены мертвыми. Между тем, на дискотеке Анхель случайно видит проститутку с протезом вместо руки. Ногти на протезе раскрашены в разные цвета. Прямо как найденные пальцы одной из жертв ледяного убийцы. Анхель спрашивает, почему ее ногти так накрашены. Ладно, год назад у меня был один парень. Парень или клиент? Ну, типа клиент. Он начал грубить, а потом увидел мою руку. И что тогда? Ну, он сразу сменил пластинку, завелся, попросил меня отстегнуть руку. А потом он взял мой лак для ногтей и выкрасил ногти в разные цвета. Знаешь парня, которого арестовали, потому что он вроде как ледяной убийца? Тот, который чучело делал. Это он? Да ты что? Мой был красавчик. Всех, но красавчик. Ладно. Анхель продолжает расследовать догадку о ледяном убийце, для которого, возможно, протезы что-то типа фетиша. А так как парень Дебры Руди протезист, Анхель идет к нему за помощью, но в конечном счете получает от него ножевое ранение. Чуть позже Декстер приходит на ту самую парковку, где было совершено нападение на Анхеля, и рассматривает пятна крови на полу. Тем временем, проститутка с протезом встречается на улице с Руди. Мне нужно что-то, чтобы их отвлечь, а мне всегда казалось, что расчлененное тело очень неплохой способ. Там он расчленяет тело на части, и эти части перевязывает ленточками, как рождественские подарки, и отправляет копам. Затем Руди приглашает Дебру на яхту, и там... Дебра Морган, ты выйдешь за меня? Да, да, да. А потом видит фантик от ментолого леденца. Ментол? Да, как леденцы от кашля. Они стучали о его зубы, когда он... Этот сукин сын обожал долбаные леденцы. Между тем, Декстер узнает, что Анхеля ударили сзади, и берет у него на затылке образец крови нападающего, который тот случайно оставил. И в этот момент Декстер вспоминает, что у Руди была разбита губа. Что у тебя с губой? Деб приложил от тебя правым хуком. Я знаю, запутанная убить может. Да нет. В мастерской поранился сегодня утром. И проверяя свои соображения, он находит у него в мусоре ватку с его кровью. Декстер понимает, что Руди и есть тот самый ледяной убийца. А Дебра как раз сейчас у него. Ты где черт тебя подери? Я на работе, тебя тут нет. Нам надо поговорить. Не встречайся с Руди, пока не найдешь меня. Лагуэрта показывает детективам фото Руди, которого они ищут, и говорит, что нужно обыскать прибрежную территорию и суда. Наконец, Декстер вспоминает, что у него был брат Брайан. И он тот самый ледяной убийца. Мама всегда просила приглядывать за тобой. Представляешь, что со мной было, когда я нашел тебя и понял, что ты такой же, как я. Брайан толкает Декстеру речь о том, что они одна семья и могут вместе заниматься любимым делом. Но для начала они должны вместе убить Дебру. Однако Декстер отказывается. Когда полиция приезжает, Брайан сбегает. И он не получил того, чего хотел? Нет. Думаешь, он попробует снова? В эту же ночь Брайан врывается в квартиру Декстера и пытается убить Дебру. Но, увы, это была всего лишь ловушка Декстера. Декстер убивает своего брата. И обставляет все так, будто это было самоубийство. Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...